Игра в монополию «Нафтогаз Украины» попал в поле зрения антимонопольного комитета. Глава АМКУ Юрий Терентьев в интервью РБК «Украина» заявил о том, что для этой компании на рынке искусственно создают преференции. Только «Нафтогаз» поставляет газ для населения и теплокоммунэнерго, что влечет за собой отсутствие конкуренции на рынке и невозможность снижения расценок, заявил он. А вот в кабине подсчитали, во сколько обходится украинцам содержание «Нафтогаза». 1 миллиард 800 миллионов гривен в год. Такую сумму назвал вице-премьер Владимир Кистион. Напомню, топ-менеджер «Нафтогаза» уже не раз становились фигурантами громких скандалов за своих сверхзарплат и расходов. Так за что же и кому конкретно платят украинцы? Давайте посмотрим. Элитные автомобили, шикарная недвижимость и миллионные зарплаты. Все за счет украинцев. В то время как почти 7 миллионов семей претендуют на субсидии, в том числе из-за дорогого газа, в «Нафтогазе» хвастаются сверхприбылями. 26 миллиардов гривен за прошлый год. Весной вокруг «Нафтогаза» разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что топ-менеджеры компании увеличили себе зарплаты в 13 раз. В среднем каждый из руководителей НАКО заработал за прошлый год по 8 миллионов гривен. А вот годовая зарплата главы «Нафтогаза» Андрея Коболева составила целых 20 миллионов гривен. А вот и дом главного газового менеджера страны. В элитном поселке на Киевском море. 300 квадратов цена – 1 миллион долларов. Когда газ для украинцев в прошлом году подорожал в три раза, глава «Нафтогаза» решил приобрести и бронированный «Мерседес» за 5 миллионов гривен. Ездить на работу. Правда, когда об этом узнали журналисты, от покупки отказался. Бронированное авто Коболеву все же досталось. Этой осенью «Нафтогаз» купил 43 машины, в том числе 6 элитных внедорожников GMC Yukon, один из которых – бронированный. За пополнение автопарка заплатили 40 миллионов. С не меньшим шиком топ-менеджеры компании проводят и время за границей. Так только за аренду комнаты для переговоров во время судебного процесса против «Газпрома» в стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» заплатил 4 миллиона гривен. За эти и другие растраты руководству «Нафтогаза» возможно вскоре придется отчитываться уже не перед журналистами, а перед правоохранителями. Еще в августе генпрокуратура открыла против топ-менеджмента компании уголовное дело за злоупотребление служебным положением.